Перед началом этого ролика я бы хотел сделать небольшое информационное включение Я хочу рассказать вам о нашем лыжном магазине Shooting Skate Shop Мы предоставляем возможность подобрать лыжи под профессионалов и профессиональных любителей Лыжи высокого класса и любых брендов Это Fischer, Machos, Salomon, Atomic, Rossignol И также мы занимаемся спортивной экипировкой и продажей спортивного питания спонсор Кого заинтересовало данное предложение, переходите в наш телеграм-канал Ссылка на который будет в описании под этим видео Всем привет, с вами канал Shooting Skate Shop Я его ведущий Никита Лукашев На своем канале я стараюсь сделать вас сильнее и помочь вам в достижении ваших спортивных результатов И, собственно говоря, в этом ролике мы постараемся озвучить достаточно интересную тему То есть огласить ее для наших зрителей Потому что очень много вопросов задают нам, опять же, в нашем телеграм-канале Где мы стараемся все это отвечать Но чтобы задавали меньше вопросов То есть чтобы люди уже были осведомлены заранее Мы стараемся записывать как раз-таки эти видеоролики И в этой теме, то есть в этом ролике из названия вы узнали Мы поговорим по поводу перешлифовки лыж И вообще в целом шлифовки лыж Потому что многие, когда даже приобретают уже новые лыжи Они начинают, во-первых, спрашивать о том, как нам перешлифовать эти лыжи Хотя эти лыжи приезжают новые И, соответственно, люди спрашивают по поводу своих старых предыдущих моделей Стоит ли их шлифовать Но именно шлифовать, скажем так, не в том смысле, что шлифовать в России А отвезти эти лыжи и положить, допустим, какой-то шлифт Рамзау или Бенни Но начнем с того Ну, сразу отвечу, что если вы покупаете новые лыжи Или, допустим, лыжи из-под спортсменов То есть кубковые варианты И они в хорошем состоянии Честно скажу, что по поводу перешлифовки даже думать не стоит И в этом плане я не советую забивать голову на первом этапе вообще об этой теме То есть вам про это где-то сезона 2 Даже 3 сезона, если вы будете качественно ухаживать за своими лыжами Эта тема не понадобится И даже вспоминать об этом, как я сказал, не нужно Но если вы уже, скажем так, приобрели лыжи достаточно давно Все равно я понимаю, катаемся мы достаточно активно Любители катаются достаточно активно И структура, во-первых, она сама по себе начинает затираться Это самый главный фактор, почему она перестает работать И второй фактор это царапины Но, честно говоря, я скажу, что царапины и все вот это прочее Даже порезы, если у вас какие-то проблемы с кантом Но они не влияют на работу лыж Влияет именно как раз-таки тот накат, который мы сделали на лыжах Понятное дело, боевые пары Допустим, как если брать из-под спортсменов или новые Мы использовать так активно не будем Но все равно даже со временем наши боевые пары начинают портиться И как раз-таки структура начинает затираться Это происходит как раз-таки, как я и назвал, через три сезона Ну, плюс-минус, это цифры у всех разные Кто-то бегает много марафонов И у тех как раз-таки уже структура достаточно быстро забьется Там в течение двух сезонов А некоторые используют лыжи гораздо реже Некоторые, возможно, и дольше протянут лыжи Но все равно рано или поздно этот момент наступает Нам предстоит момент, точнее выбор Или продать эти лыжи Или перешлифовать эти лыжи на новый шлифт Но какие варианты мы в этом плане видим Но вначале я скажу Если у нас хороший шлифт какой-то Рамзао, Бенни Или фирменный шлифт Росиньола Швейцарский или Соломон Мы постараемся Ну, я стараюсь, во-первых, ухаживать за лыжами И как можно дольше сохранить именно этот шлифт Но когда наступает уже момент именно с перешлифовкой лыж Когда реально лыжи уже чувствуется Не выкатывают или не едут Как мы это понимаем То есть лыжи у нас раньше выкатывало часто А сейчас лыжи выкатывают гораздо-гораздо реже Или вообще не выкатывают То есть чувствуется, что она проседает По сравнению с остальными парами И уже в такой ситуации мы задумываемся Именно о перешлифовке лыж Но сначала разберем вот этот вопрос Который меня спрашивают очень часто Потому что мы сняли ролик про структуры Бенни Которые реально очень хорошие Но в таком плане То есть если мы хотим отдать лыжи в Европу Раньше это еще было возможно Я скажу То есть можно было отправить лыжи со спортсменом Или даже самим У кого есть средства Слетать в Европу И положить новые шлифты там На свои боевые пары Но в данной случае В данной ситуации То есть я не вижу смысла вообще О таких мыслях То есть это уже мысли за гранью реальности Потому что, во-первых Новый шлифт выйдет по цене вам Почти что новых лыж Потому что отдельно шлифт стоит Где-то порядка 100 евро Плюс нам надо заложить туда Транспортировку лыж Дорогу Чтобы они добрались туда И эта сумма, я скажу, немаленькая Если билет в одну сторону Для спортсмена стоит 150 примерно тысяч рублей Если просто долететь через В нашем варианте Это, допустим, Турцию в Европу И тот момент То, что лыжи к нам приедут Скорее всего через сезон То есть мы, если отдадим лыжи В начале сезона И, скорее всего, они приедут к нам весной Как раз-таки где-то примерно В начале апреля Или в середине марта То надобность в этих лыжах Я думаю, нам не нужна будет Тем более, на чем мы будем кататься Все это время И у нас пропадет одна боевая пара И в таком варианте То есть я вижу смысл Приобрести новые лыжи И задуматься именно об этом То есть в таком плане Если вы хотите реально Рабочий шлифт европейский Рамзау или Беннин Те, которые шлифты Использую лично я Или шлифт на Соломоне То реально лучше задуматься О приобретении новых пар лыж То есть эти шлифты Однозначно самые рабочие Я уже снимал небольшой ролик По поводу темы этих шлифтов Но если мы хотим Этой паре продлить жизнь Если мы хотим ее дальше использовать Собственно говоря То мы идем на перешлифовку в России То есть да, там не так много Реально годных шлифтов Которые сравнятся с европейскими Но парочку шлифтов Реально рабочих есть Которые можно спокойно использовать И ребята на них выступают На Кубке России На этапах России Допустим есть у сервисера Очень хорошие морозные шлифты Или просто к примеру скажу R10 III Или R10 VII То есть эти шлифты Они неплохие Да, в некоторых моментах Они все равно проигрывают Стабильность европейским шлифтам Потому что надо понимать Что большинство русских шлифтов Это аналоги Именно европейских И в этом плане То есть реально можно продлить Лыжам жизнь И если именно сама по себе Боевая начинка Именно пара сама по себе Боевая То тогда я советовал бы Именно думать о Перешлифовке лыж Потому что у большинства Людей И у большинства любителей Как раз таки просто Этой боевой пары нет То есть Некоторые люди Ну катаются Скажем так На не очень качественных лыжах И о таких лыжах Ну да Можно их перешлифовать Можно их тоже немного Продлить жизнь Но опять же Все равно Это глобальная ситуация Откровенно скажу Не поменяет Эти лыжи Если они не ехали Или они не были Именно не были Подобраны под вас Потому что если лыжа Не едет под вами Значит что-то Не так именно с параметрами То есть дело не в самой лыжи Может быть возьмет ее Другой спортсмен И под ним она Как раз таки подъедет У кого другой толчок Или у кого другие Параметры весовые Но в этом случае Очень важно иметь Именно боевые лыжи У меня допустим Есть очень много Точнее не очень много Но количество Определенное Боевых пар И как раз таки Это количество Можно было бы Если бы скажем так По истечению времени Перешлифовать на новый шлиф Допустим в России Но все равно при этом Я бы докупал бы Снова те же самые шлифты Только на новых лыжах А этим лыжам Я просто бы продлил жизнь И дальше бы их использовал Допустим перевел В тренировочные расклады Или даже иногда Использовал на стартах Если бы они выкатывали Потому что все-таки Сама по себе начинка И сама по себе работа лыж Она реально дает нам Без разницы с каким шлифтом Но дает хороший результат То есть да Структуры Рамзао Как я сказал И Бенни Фирменные шлифты Соломона Томик Они выкатывают стабильно Стабильно хорошо Но все равно Есть как я сказал Русские шлифты Которые реально Стоят внимания Именно для продления Жизни И продления Скажем так Резерва этой лыжи Потому что шлифт затерся Но все-таки Не хочется хорошие лыжи Выбрасывать Или продавать И поэтому Как раз таки В таком случае Как я и объяснил Нужно перешлифовывать Эти лыжи Но еще один момент Я бы хотел сказать То что Если у нас есть Какие-то совсем плохенькие Лыжи по типу Брадосов Или лыж 13 года То есть Я бы Честно говоря Такие лыжи Уже бы не стал Отдавать на перешлифовку И не стал бы Ничего с ними делать Потому что Эти лыжи Уже честно говоря Ну устарели То есть Что-то от них хотеть Уже не стоит То есть для меня Это просто Вкаточные лыжи На которых мы катаемся По деревяшкам Допустим Вот такие лыжи Еще предыдущих сезонов Их еще можно Реально спасти Реанимировать Опять же Как я сказал Если это боевые пары Но честно говоря Если тут Допустим Как вот в этом случае Лыжи Приехавшие с Европы Лежит G1 В очень хорошем состоянии То этот шлифт Нужно как можно Как можно дольше Сохранить И как можно Лучше за ним ухаживать Чтобы у нас Этот шлифт Сохранился На долгое время То есть Ценность этих шлифтов Сейчас очень большая И я именно Очень берегу Такие пары То есть потому что Для спортсменов Профессиональных спортсменов Это наш хлеб Поэтому Всем большое спасибо За просмотр Всем Огромного зожа Как говорит Алексей Слепов И всем До новых встреч